МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие друзья, представляю сегодня для вас очередное видео для творческих людей. Делюсь вестями, новостями из моей творческой студии. А у вас, дорогие друзья, будет возможность наблюдать сегодня, как из-под моих рук выходит очередное изделие. Это может быть панно, флористический калаш, картина, исполненная в технике прессованной флористики, настенные часы, ювелирные украшения из эпоксидной смолы. Да мало ли еще что, я сама не знаю, на что я способна. Прямо сейчас вы сможете наблюдать, как в моей творческой студии получилось вот это изделие. А при желании, друзья, это вполне возможно, что вы сможете повторить нечто подобное или создать свое уникальное, единственное в мире изделие. Впечатляет? Добро пожаловать в мою творческую студию! Здравствуйте, дорогие друзья! Я задумала новый проект. Как видите, купила я штучку. Вот это вот, она деревянная, не деревянная, что-то наподобие дерева. Вот, хочу сделать декоративное панно. Сначала у меня была мысль такая сырая. Знаете, вот у меня есть засушенные, видите, розочки. Засушенные розочки. Хранятся много лет. Лет 6-7, где-то вот так. Они абсолютно потеряли свой натуральный цвет. Где-то вот я начала окрашивать, видите, в центре такой кружок желтый. Это я окрашиваю с помощью мягкой пастели. Вот. Сейчас я... У меня все мысли сырые. Сырая мысль, что я хочу сделать все-таки какой-то круговой узор, да, орнамент создать с помощью засушенных растений. Я буду использовать в основном розы, потому что у меня есть комната такая, где у меня в декоре уже использованы засушенные розы. И я хочу как бы продолжить эту тему. Вот. Сама я розы обожаю, поэтому мне, знаете, чем больше роз у меня в помещении, тем лучше живых, засушенных, неживых, в общем, любых. Вот. Сейчас я раздумываю над тем, чтобы создать панно, где в основной массе будут засушенные розы. Но, друзья, не только розы. Хотя я сейчас вам покажу. Значит, вот там у меня, да, розовые лепесточки. Но я буду осматривать материал, потому что в дополнение к розам какие-то цветы можно использовать. Но в основном у меня будут розы. Вот такая идея. И что орнамент я хочу создать круговой, это, ну, моя площадка, она в виде круга, да, площадка для творчества. Поэтому я и буду создавать орнамент круглый тоже. Вот. Сейчас я занимаюсь подбором растений и определением, как много мне нужно растений. Это самое главное. Потом, когда я определюсь, какие растения и сколько мне их нужно, я начну их окрашивать с помощью пастели. Вот. Сырая мысль у меня была использовать натуральный цвет. Ну, как-то очень блекло. Вот давным-давно я вынашиваю идею вот что-то создать такое, чтобы розы были бесцветными, вот такими бежевыми, понимаете. Не совсем бесцветными, они вот становятся такого светло-бежевого или темно-бежевого или темно-темно-красного цвета. Прямо приближается к черному. Если, ну, разные сорта роз стареют по-разному. А вот и демонстрация, друзья. Я ведь уже упомянула, что разные сорта роз засыхают и меняют цвет по-разному. Вот на этом панно присмотритесь, друзья. Есть розы разного-разного цвета. Я уже упоминала, что они бежевые могут быть, но они могут быть... Это листочки, кстати, у меня. Листочки. У меня вообще недостатка в розах нет. У меня в саду растет... Когда-то росло 50 разных кустов роз, сейчас поменьше. Вот, кстати, мой сад за окном. Идет дождь. На улицу не выйти. Вот. Я сижу дома. Смотрю на свой сад из окна. И работаю с материалом из сада, из моей творческой мастерской. Сад для меня это кладовая. Природная кладовая. Вот. Что я приготовила из этой природной кладовой? Друзья, вот, кстати, обратите внимание. Сейчас я вам показываю. Видите, вот это восстановленные мной розочки. Я их окрасила мягкой пастелью. А вот это они были такими. После высушения и продолжительного хранения. 7 лет как минимум. Может быть, даже 10 лет некоторым розочкам. Вот это тоже восстановленные мной. Я их окрашиваю разными цветами. Вот. Могу так. Могу так. Могу близкими цветами к тем, которыми они обладали. Вот эта роза, кстати, такая была. Вот. А могу совершенно другими. Вот. Очень важно для натуральности, когда создаёшь коллажи, панно, чтобы были не только разные розы, потому что они же существуют. Немыслимое количество их сортов существует. И на картинах тоже должны быть они разные. Вот. На изделиях тоже. Не только на картинках. Вот. Я срываю. Мне, конечно, жалко розовые бутоны, не раскрывшиеся. Видите? Вот. Я их тоже срываю, засушиваю. Засушиваются они не так просто, потому что они толстенькие. Вот. Посмотрите, сколько я их собрала. Вот. И, например, тоже вот этот бутон плохо хранит цвет. Вот. Другой сорт роз, они лучше. Вот здесь вот у меня много бутончиков, где красный цвет это такой, знаете, концентрированный, цвет, усиленный цвет натурального цвета, которыми розы обладали, пока росли в саду. Вот это лепестки, вот еще, вот еще лепестки, это роза была красного цвета после высушения. Они вот не то, что сохраняют свой натуральный цвет, они еще даже, знаете, более насыщенный, более насыщенным цветом обладают. А иногда вот розы ничего не сохраняют. Вот это может быть розового цвета была и потерял цвет бутончик полностью, как листочки, обертки, так и лепестки будущей розы. Вот. А вот в данном случае мне только нужно будет зеленым цветом покрыть обертки у этих бутончиков. Вот. Это важно, чтобы разного, чтобы натурально, красиво было на будущих изделиях, нужно, чтобы розы выглядели разнообразными, тоже, как в жизни. И вот у меня, видите, сколько тут сортов? Ну, не знаю, 5-то как минимум. Вот. А еще моя идея, чтобы чуть-чуть были добавлены какие-то цветы. Вот. Я дельфиниум выбрала и гайлардиум пока. Вот здесь вот тоже у меня, посмотрите, друзья, вот эта розочка засушенная собственным натуральным цветом. Вернее, ну, тот цвет, который она приобрела после засушивания. Все так приглушенно, пастельно. А вот это я окрасила. Вот это, вот это. Вот. Иногда розы, иногда розы, смотря от сорта, вот они какой-то все-таки цвет, остатки, остатками цвета обладают, вот как в этом случае. Вот в этом случае, я сказала, они даже оставляют на долгие времена насыщенный свой цвет, усиленный. А какие-то вот теряют цвет и становятся бежевыми. вот вот тут тоже я восстановила розочку такой оранжеватый цвет придавая ей. Вот. Занимаюсь подбором и отбором подходящего материала для моего панно. Сейчас, друзья, я окрашиваю засушенные листики от розы. В процессе окрашивания, если вы будете этим заниматься, выбирайте спонжики, которые вам кажутся самыми удобными. Я покажу вам, что я использую в качестве спонжиков или там самых натуральных спонжиков. Посмотрите, вот продаются вот такие спонжики, да. ручка и насадка из поролона. У меня их вон сколько. Они же бывают прямоугольные, треугольные, округлые. Вот сейчас покажу спонжик вам без насадки. А вот это у меня насадки уже использованные. Я их использую пока они могут использоваться до тех пор. Вот это для нанесения теней. при мейкапе я использую такие спонжики. Они просто тут как-то поменьше, поминиатюрнее. Бывают вот такие треугольные, вот так их используешь. Вот это спонжик для нанесения мейкапа тоже пудры. Я сижу и его использую вот так вот. Работаешь с растениями очень-очень осторожно, ведь они хрупкие после высушивания. Какие спонжики я еще не показала. Вот такие бывают спонжики. Вот такие это тоже для мейкапа я взяла использую. Еще один тут у меня для мейкапа. в общем которые я купила это вот такие вот они продаются в наборах. Менять их можно, мыть их можно водой высушивать. Вот они не одноразовые в принципе. Пока вам объясняла нашла что у меня запачканный спонжик зеленого цвета. Вот форма у него округлая. Так овальная вернее вернее овальный спонжик. где у меня овальный. Ага. Вот видите тут был желтый цвет. Я меняю на зеленый и могу использовать его сейчас одену. Вот раз два раз два и размазываешь растушевываешь делаешь все очень аккуратненько с расчетом что растение очень хрупкие вот потом я возьму за цветы кое-что мне нужно подкрасить кое-что уже подкрашено вот а после этого я буду покрывать друзья защитным слоем мат пачем это такое средство для декупажа вот будут у меня цветочки в результате этих процедур окрашенные окрашенные будут и покрытые защитным слоем который защитит мои хрупкие растения от физического воздействия в какой-то не стопроцентная защита ну большой процент защиты будет значит будут мои цветочки обеспечены от влаги воздуха вот это самое главное от влаги и от физического воздействия и вот физическое воздействие я когда говорю я включаю даже знаете какие действия но это тоже физические действия я смогу протирать от пыли влажной тряпкой от пыли мое панно мои цветы все будут запакованы в этом средстве для декупажа посмотрите друзья вот я тут один листик не уберегла красила его посмотрите какая разница вот натуральный цвет после засушивания и хранения нескольких лет а вот окрашенный как бы я сделала ему мейкап с помощью зеленой пан пастели вот я приготовила сколько зеленых листочков хочу сказать отметить такой момент что у меня есть листья намного больше размера вот веточку покажу вот видите вот но мне такие листья для моей работы не нужны потому что я хочу чтобы основу занимали цветы и чуть-чуть чтобы было зелени теперь насчет зелени друзья а я не договорила мысли не досказала показала вам разницу да вот листики подбираю небольшого размера чтобы они не занимали собой ну поле для деятельности пусть лучше будут больше цветов посмотрите друзья у меня ведь розы разные да будут на панно поэтому я все стремлюсь чтобы было естественно раз разные розы а у разных роз разные листочки вот поэтому я маленького размера но и разные формы стараюсь себе подобрать выделить их смотрите здесь более округлые листочки здесь вот такие вот овальные вот чтобы разные формы были вот такой момент вот и небольшого размера совсем маленькие есть у меня окраску розовых листочков я закончила сейчас я буду окрашивать вот эти вот листочки оберточные оберточные от бутончиков бутончиков розовых и я думаю что я же стремлюсь к натуральности правильно я окрашиваю просто как художник который рисует на бумаге я окрашиваю растительный материал вот я буду стремиться чтобы вот эти вот обертки у розовых бутонов не раскрывшихся они были светлее вот вот здесь вот вот такой цвет я применяла вот такой цвет я применяла панпастели для листиков я кстати ничего не смешивала хотя если кто-то не знает могу сказать что панпастель она смешивается например например я хочу смешать два цвета вот такой зеленый раз два задеваю ой вернее набираю технические технические неполадки друзья как вам показать вот значит раз-два набрали нанесли на ту поверхность которую работаем этим же спонжиком кстати вот здесь мне удобней треугольный спонжик потому что видите такие листочки треугольные как я буду красить самые тоненькие части то вот мне треугольник хорошо сейчас я попробую вот с этим смешать о мне нравится вы знаете светлее тон зеленого мне надо получить поэтому я буду сейчас поближе покажу вот такой цвет зеленого он сам по себе светлее чем на листочках сейчас для сравнения видите разные тона зеленого я возьму вот этот более светлый зеленый цвет добавлю вот этого лимонного вот смешаю я же вам сказала и если кто-то не знает что цвет смешивается и буду осторожненько окрашивать вот этим более светлым тоном мои оберточки вот так вот такую работу я сейчас проведу друзья вот даже еще можно желтого добавить больше вот это я по памяти но я просто знаю из жизни я же роза вот у меня много роз в саду что бутончики розовые они светлее чем сами листочки вот я и стараюсь тут наколдовать более светлый тон зеленого где даже присутствует желтый понимаете больше чем в чистом зеленом зеленого 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 Продолжение следует...